Музыка На улице минус 20, дует холодный ветер и метет снег, а так хочется на рыбалку. Настоящего мужика ничего не остановит. Берем пузырь водки, заводим свой старенький мопед и плевать что там бурга, и летим на речку ловить уклейку, главное не провалиться под лед. Но есть еще один вариант. Включаем комп, заходим в контакт и врываемся в приложение Айкфишинг. Кто-то скажет, что это же ВК, тут нет нормальных игр. Тут вы очень сильно ошибаетесь. В Айкфишинг можно окунуться с головой в зимнюю рыбалку и половить любую рыбу. Вначале как и всегда у вас самый стандартный набор снастей, который изнашивается, ломается, но не переживайте. За это время, когда им придет конец, вы успеете накопить на новую. Так что ловите спокойно. Я был так поражен, что в соцсети есть такой хороший проект зимней рыбалки. Ведь мало хороших игр именно такого жанра. А тут очень классно все сделано. Хорошая графика, много рыб, локаций. Разработчики добавляют что-то новое, игра развивается. Захотелось вам половить, заходите на локацию и топайте пешком. А под ногами очень приятный хруст снега. Как будто в мороз выступаете по небольшому такому снежку. Очень классно. Этот хруст позволяет окунуться в атмосферу, как будто вы действительно идете и держите путь со своей катоночкой на рыбалку на какой-то пруд. Разработчики пытались сделать игру более реальной. Лунка замерзает, леска рвется, не успели подсечь. По делам вам. Наживка минус. Вытаскивайте свою мормышечку и меняйте наживку. А если ты не расторопный, то и вовсе придется вернуться домой и идти в магазин за новой наживкой, так как ты не смог вовремя подсечь, и у тебя рыба схавала всего твоего мотыля. И придется стучать к соседу и просить, дядь Петь, ну дайте еще мотылька. Вот такие дела. Я думаю многие люди хотели бы сделать себе рыбный бизнес или думали об этом. В этой игре есть поставщики, которым вы будете продавать рыбу. Это не рыбный завод и не ловля сетью в море, но начинать же нужно с малого, тем более платят золото. Поставки по возможности лучше выполнять всегда. Они монетой не обидят. Есть чат. Активен. Больше всего вечером, когда народ с работы подтягивается, ну это и понятно. По моим наблюдениям и оценке в основном взрослый контингент людей, поэтому играть приятно. Проводится много турниров на различные виды рыбы. По мере прохождения квестов будут открываться новые локации. И так по нарастающим. Из минусов для себя я мог выделить несколько. Мало звуков. Именно для меня. Хотелось бы больше звукового сопровождения. Понимаете, когда допустим ветер воет. Или там качаются деревья. То есть хруст веток каких-то. То есть там может быть иногда там вой волка. К примеру что-то такое. Да, потом тот же самый там звуки шагов или звуки, что кто-то рядом бурится тоже. Или какие-нибудь комментарии других рыбаков. Мне кажется, это добавило бы больше реалистичности, когда ты сидишь именно вот и ловишь рыбу возле лунки. Или звук как будто кто-то палатку разворачивает рядом с нами. То есть вот это вот. Мне немножечко вот это вот не хватало. Ну а так в принципе очень хорошо. И еще я выделил один минус. Это небольшой садок в начале игры. То есть 14 рыб. Я думаю это маловато. Но в дальнейшем его можно расширять. То есть вы его расширяете и рыба умещается больше. Но как для старта по мне кажется 14 маловато. Для меня бы хотя бы 25. Было бы достойно. И имеем мы в итоге. Отличный симулятор зимней ловли. Где можно с головой погрузиться в зимнюю рыбалку. Не выходя из дома. Сидя в комфортном кресле с чашечкой кофе. О котором мало кто знает. А очень зря. Проект достойен внимания. Если вы яркий любитель зимней рыбалки. Заходите. Ловите и отдыхайте. Понравился обзор? Ставь лайк. Подписывайся. И нажимай поделиться. Пусть люди знают что есть такая хорошая игра. Всем пока.